это проект смотри хабаровск в студии дмитрий павленко и вот прямо сейчас я хочу обратиться вот к тебе тебе ну если тебе от 14 до 35 лет то именно к тебе молодому активному или активной молодой красивой или красивому вот есть у тебя проект хочешь ты вот провести не знаю фестиваль реализовать какую-то социальную какую-то инициативу помочь людям запустить обучающие курсы медиа свое запустить не знаю в общем что-то классное большое важное нужно сделать а вот денег у тебя нет и задаешь себе вопрос а где их взять вариантов скажу и тебе на самом деле хватает и один из них это выиграть грант от рост молодежи получить 1 миллион рублей что для этого нужно спрашиваешь ты у меня а я говорю что эти вопросы нужно адресовать не мне а нашим гостям сегодня студии представители краевого молодежного центра поколению я приветствую заместитель генерального директора мария майтама ваш привет здравствуйте и андрей батрашкин начальник грантового отдела андрей привет добрый день мы собственно ну вот я говорю конкурс значит росмолодежь грант не просто так росмолодежь приходит и такая отдает деньги или ты обращаешься все-таки конкурс конкурс ежегодный регулярный но тем не менее есть люди которые возможно не не знают коротко расскажи что это такое коротко росмолодежь гранты это ежегодная конкурсная компания который стоит из трех конкурсов год это два конкурса больших примерно в апреле и в августе до миллиона рублей и один примерно в июне до 100 тысяч рублей для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет все что нужно это написать по определенной форме росмолодежи заявку социального проекта социальный проект это все что угодно что улучшает жизнь каких-то людей конкретно меня дайте мне миллионки шиши мы же знаете есть такие проекты которые улучшают жизнь кажется как будто бы только меня но неправда и если вы придете к нам в проектный офис мы поможем рассказать о том как получить как получить денег вроде бы на себя но подать так что вроде бы и на пользу людям конечно вообще на самом деле любую идею можно превратить социальный проект мы это доказываем ежедневно всем кто зайдет в наши двери поэтому я верю слушайте есть 18 вот номинации сейчас мы позже расскажем но просто есть я хочу чтобы в россии было как можно вот у меня проекта за идея как можно больше счастливых и богатых людей я хочу стать первым дайте миллион ровно мне но с такими я есть такие люди есть кто прям считаешь я в некоторых грантовых конкурсах там где-то экспертом когда выступаю смотришь такой ребятушки нет прям чувствуется зачем ты сюда пришел нет ну понятно что там экспертиза участь и как бы участие там с года в год если люди которые выигрывают потому что блин доказали там берем делаем лучше и так далее как правило новички вот с такими залетные но при этом вот этот миллион 18 номинаций от творчества культуры спорта здоровый образ жизни молодежная занятия наука технологии в десятилетия кстати добровольчество семейные ценности патриотизм вообще что угодно можно найти плюс три новые номинации в этом году делись опытом вклад в будущее и родные любимые вот эти три новые номинации это про давайте я поясню конечно дмитрий делись опытом это номинации направлен на передачу опыта успешного опыта молодежи соответственно своим преемникам от молодежи да ну у нас участники конкурса это физические лица 14 ну да я имею ввиду если все я потому что вот делись опытом как будто в год педагога и наставника звучит очень актуально вода тема но здесь как бы молодежь говорит я наставник но смотрите вы как организатор проекта вы всего лишь все это формируете и воплощайте в жизнь а те люди которых вы можете пригласить свой проект это могут быть как и как все преподавать все я понял собственно вообще наставники в целом по тому направлению который вы захотите хочу я например организовать серию лекции каких-то или еще что то есть у меня спикеры есть нужно там собрать аудиторию нужно мне там не знаю зал какой-нибудь до арендовать например хотя чаще всего вот чем тоже люди не пользуются еще можно и бесплатно все это сделать и зал за самом деле я прошу прощения самые лучшие проекты это те проекты на которые не нужно привлекать средства самые лучшие реализованные я думаю во первых согласен я вот так тоже помню на амур когда ездил была идея не будем уже вспоминать я приехал такой дайте мне денег мне эксперты говорят тебе не надо я такой почему не за грозу от редкой блин точно согласен уехал ничего не сделал в итоге уехал главное раз ощущением того что блин ты просто пойди поговори узнай ресурс вон вокруг цепляй его бери но все равно есть вещи на которые нужны деньги и собственно грант от рост молодежи в этом плане под споре вклад в будущее вклад в будущее это направление которое вовлекает молодежь в сферу науки и образования родные любимые сохранение семейных ценностей семейные ценности как-никак актуально но мне кажется здесь как будто бы и до этого в конкурсах на проекты которые связаны с вот это какой-то ну сохранением семейных ценностей они были просто сейчас прям отдельно как будто вот в направлении в это вывели кстати много ли участвует вообще людей из хабаровского края в ежегодно в этих конкурсах кто выигрывает на что идут деньги можете про себя собственно и рассказать да да если ориентироваться по прошлому году то это было 200 заявок от хабаровского края на первую волну конкурса рост молодежь гранты в этом году мы ожидаем порядка 400 а x2 связано с тем что денег больше во первых денег больше во вторых денег больше правительство хабаровского края выделила нам в течение года на информационную компанию и вообще работу с молодежью поэтому мы надеемся что это все-таки до свой эффект вот а в третьих но больше номинаций больше возможностей и миллион на самом деле грантовая компания она всегда разнится некоторые грантовые конкурсы они идут в рамках форумов или в рамках волн вот заочных и предельная сумма грантов всегда разнится поэтому миллион это классно определенная уже вышла ступень поэтому мы ожидаем большую волну на этого историю а здесь рост молодежи миллион получил потом проект докрутил подался на президентский а там уже денег больше там можно много можно мир менять бюджет прям хочет чтобы этим занялся так а у кстати вы же сами до выигрывали эти конкурсы от рос молодежи можно я расскажу конечно прекрасный проект в прошлом году я был участником форума амур проходит у нас в комсомольске в этом городе хабаров всероссийские еще да безусловно все три смены все российские будут участник смены бизнес и я участвовал грантовом конкурсе и выиграл 290 тысяч на свой проект академии семейного творчества это было первый раз когда участвовали да именно уточню я выиграл первый раз до этого я с этим же проектом уже подавался на различные конкурсы рос молодежь гранты но чуть-чуть не хватало и вот наконец докрутил его самом проекте не хватало да я был новичком поэтому самая первая попытка была очень смешная это непонятки не недосказанности в самом проекте вот и путем каких-то исправила точнее уточнения ошибок от экспертов рос молодежь гранты я докрутил свой проект и и получил его да сейчас то есть уже в стадии реализации от момента идеи до момента получения денег сколько времени прошло а полгода примерно маш ты тоже да я тоже победитель самый первый мой проект был выигран 2000 когда только раз молодежь объявила заочный конкурс тогда был еще форум селигер мы прилетели нас научили писать социальные проекты и мы подались я выиграла проект по молодежным администрациям в районах хабаровского края мы ездили с молодежным правительством хабаровского края создавали и раздавали сами деньги раньше можно было так делать перчас это делать нельзя сейчас ставят ограничения то что ты выиграл деньги для своего проекта передавать их кому-то чтобы там раздавать нельзя да есть еще кстати тоже но есть ограничение нельзя писать собственную зарплату как как, например, в другие гранты, которые вы тоже что-то там выручивали. Ну, еще там парочка ограничений по, ну, естественно, алкоголь, там и прочие вещи. Вещи такие нельзя подавать, как запрос на получение грант. Смотрите, у меня проект по ЗОЖу, но мне там еще надо как-то нафуршать. Знаете, на самом деле такое бывает, но в рамках демонстрации, говорит, мне нужно купить, чтобы продемонстрировать, что это нельзя. Нет, все-таки нет. Ой, как же, так. Вот, второй мой проект связан с квизами, «Сельские квизы» называется. Это про квизы в районе имени Лозо, это моя малая родина, вот, хотелось поддержать. И мы выиграли с командой, с моими друзьями, с которыми мы учились в Лозо, выиграли этот проект и реализовали его в течение 22 года. Ездили по кафе в пятницу и в субботу, делали ЗОЖ-вечеринки. Показывали людям, что можно жить иначе, проводить пятницы. На самом деле ребята, которые приходили, говорят, блин, ну, правда, мы насмеялись от души, провели время и, блин, не пили. Ну, классно, что так получилось. Слушайте, ну, прикольно. У вас вот прям такие показательные социальные направленности, проекты. Вот смотрит человек, который у меня в самом начале обращался и говорит, ну, у меня вообще идея так себе, и как-то стыдно вообще с таким приходить, и там даже и не, что такое проект, у меня, ну, это идея, я бы хотел и так далее. Ну, причем такой в сумятице человек находится, что бы вы ему сказали? Во-первых... Можно я скажу как представитель молодежи? Вот непосредственно я общаюсь каждый день... Мы тут все представители молодежи, не надо. Спасибо. Непосредственно просто общаюсь с людьми каждый день, и самая большая ошибка – это просто люди не верят в себя и боятся. Они думают, что это слишком большая морока, что большая ответственность денежная. Ну, это, безусловно, есть, но... Блин, а зачем тогда вообще эти конкурсы? И если каждый будет думать, что я вот боюсь, я там, не знаю, боюсь ответственности, то будут выигрывать только те, каждый год, кто этим занимается. Смелые, я бы сказал. Мы должны развивать общество, молодежь у нас активная, поэтому я призываю всех не бояться. Мы для этого и нужны. Мы помогаем людям превратить идею, оформить ее и выиграть. Ну, то есть, получается, вот есть какая-то идея, хотелось бы тоже, может быть, там, где-то насмотрелся на сторон... Господи, там, в интернете какие-нибудь ролики, блин, классная движуха, хочу также здесь, в Хабаровске, в Крае, там, собственно, это все организовать. Не знаю, как докрутить. Чего беру? Значит, беру, прихожу в поколение, видел вас по телевизору, помогайте, обещали, помогайте, докручиваем вместе. Там, понятно, что, может быть, не с первого раза, да, но какая-то, вот, как минимум, с мертвой точки это все должно сдвинуться. Ну, а вообще много таких вот идей, да, в этом году 400, я ждайте, там, в прошлом 200. Много тех, кто подается, ну, вот, прям на уровне даже вот заявки какой-то или проект, ну, видно, что, ну, что-то такое. Есть, есть такие люди. Я вот еще немножко про ведущему, да, хотелось высказаться, прям очень сильно. Я хожу с лекциями к разным категориям молодежи, пиарю грант, если можно так сказать. И всегда начинаю с того, что любую вашу идею я могу превратить в грант. Это вот к твоему вопросу. Вот тебе кажется, что ты придумал, вообще, конечно, не дадут. Нет, дадут, я тебе обещаю, приходи. Вот. Интересно, так. Что касается, куда приходить. Во-первых, все, что связано с органами по делам молодежи, ты можешь в любой прийти, в каком бы ты поселении не жил в Хабаровского края, ты можешь обратиться в органы по делам молодежи. Тебя обязательно направят, где ты можешь проконсультироваться, кто тебе поможет, какой телефон. На сегодняшний день есть круглосуточная линия Росмолодежи, грантовая линия. Поэтому все вопросы, которые ты пишешь в 3 часа ночи, а такое часто бывает в последний день, тут мы любим. Так, так. Вот. Ты можешь позвонить и задать, тебе обязательно на все ответить. В течение дня, рабочего дня, естественно, это органы по делам молодежи. В первую очередь мы, как региональный офис, проектный офис, Крымой молодежный центр. Есть комитет по делам молодежи, туда тоже можно прийти, это Google 21. И вообще в любой центр по работе с молодежью, там тебя обязательно проконсультируют. Знаю, что даже из тех людей, которые, ну вот не ответственность даже пугает, ну и ответственность пугает, понятное дело, там же отчитываться надо будет, но это тоже надо понимать. Наверное, даже неплохой опыт будет, вообще понимание, как устроено бюджетное финансирование, чего там от тебя ждут и как. Сложно саму заявку заполнять. То есть ты кликаешь на эту ссылку, значит переходишь, сначала заявку, ой, сначала зарегистрироваться где-то там надо, потом надо вот это вот все, ну как будто вот эта вот наша нетерпеливость, говорит, а, ладно, все, закрыл вкладку, ушел дальше. Ну, на самом деле Росмолодежь вообще максимально упростила из года в год. Мы следим за этим, мы понимаем, что сегодня, ну правда, уже проще некуда. Там порядка 8 основных пунктов, которые нужно заполнить. Каждой графе прям инструкция, даже если ты вообще с Луны прилетел, мне кажется, ты с первого раза поймешь, что нужно писать. Максимально упрощенно. Также в электронной форме, прям там на сайте, на сайте конкурса предоставлены методические рекомендации. Упрощенные, просто вот чуть ли не в картинках. И опять-таки... Там с формулировками прям, да? Если вы боитесь или там не знаете, приходите к нам, мы пальчиком прям покажем, что нужно сделать. С удовольствием, чаем напоим, пряничком угостим и расскажем, как заполнять заявку. Прекрасно. Не выиграю я грант. Ну вот да, по данным не выиграю. Мне кажется, не у многих, но есть, наверное, люди, которых руки опускаются после этого. Как потом связь поддерживать? Ну потому что нужно все равно быть реалистом, что да, есть вероятность, хоть и Маша пообещала, что точно дадут денег. Ну ладно, все. Но бывают ситуации, когда, ну, есть там 400 заявок, но все 400 человек не получат. 400 проектов не получат. Ты можешь оказаться вот в числе тех, кто не получил деньги. Вот руки опустились и так далее. Как вас потом это настраиваете? Или людей сразу на победу только настраиваете? Ну давайте, расскажу больше внешнюю историю. Уже Андрей перейдет на внутряг, если можно так сказать. Внешнюю историю. Первое, самое главное, что ты получишь после отборочного этапа, да, конкурса, это рекомендации эксперта. Как докрутить все это дело? Да, эксперт подробно расскажет, почему, по какой причине, какой балл он тебе за что снизил. И прямо напишет свои рекомендации, что я предлагаю тебе здесь улучшить вот таким образом. Унижать никто не будет? Нет. Ты не смей больше. Нет, конечно, эксперты вообще настроены всегда на то, чтобы заявки продолжались и объем финансирования увеличится. Помимо того, в Хабаровском крае, для жителей Хабаровского края есть гранты губернатора, есть гранты мэра, которые недавно закончились для Сонка. То есть максимально много возможностей для жителей края в грантовых конкурсах. Я вот сейчас действительно, да, подумал, что да, ты можешь податься, на федеральном уровне получить экспертизу, докрутить это все дело и потом каждый день какие-то гранты кто-то додает. Совершенно верно. И просто с этой заявкой потом пулять. Прямо следующий грант уже май и июнь, это будет гранта губернатора и для физических лиц, и для общественных молодежных объединений. А можно выиграть и там, и там? Можно. Наверное. Но не с одним и тем же проектом, потому что мы оригинальные операторы, мы следим все заявки и видим, да. Да, Андрей. Внутряк тот самый, да. Ну, во-первых, хочу рассказать, что мы круглогодично проводим обучение, приглашаем экспертов Росмолодежь Гранты, приглашаем наставников, которые помогают, рассказывают также, как правильно писать гранты. А также, как такая фишечка и плюсик, грантовые конкурсы проходят не только в заочной форме, но и в очной. В очной они проходят на различных форумах по всей России. Все же форумная компания прям, пау, стартует. Все верно. И я, как начальник отдела форумной компании, могу сказать, что мы заинтересованы отправлять людей туда с грантовой заявкой. Вот. Поэтому, если у вас не получилось выиграть на одном конкурсе, вы можете прийти к нам, мы добьем вашу заявку и еще и отправим куда-нибудь в суперкрасивую точку России с этим грантом. Ну, вы тут вообще, ой, наобещали. Ладно, все, хочу. Я, кстати, для себя еще добавлю, можно сказать, напоследок, что даже вот после вот этого всего, даже если денег не получите, вообще понять, вот что значит слово «проект», это вообще для жизни полезно. Вот не просто «я хочу», а «проект». Это прям так приземляет, структурирует просто пушка. Напоследок, да. Где информацию, как получать, куда обращаться? Ну, во-первых, у нас есть замечательный канал «Росмолодежь Гранты», он так и называется. «Росмолодежь Гранты 27». Это наш региональный канал. «Телеграм». Да. «Росмолодежь Гранты» — это федеральный канал. «Росмолодежь». «Гранты 27» — это наш региональный канал. Там мы печатаем, выпускаем, публикуем дополнительную информацию о том, куда можно обратиться, если ты проживаешь на территории Хабаровского края. Вот. Последние дни заявки я вообще всех призываю. 20 апреля, да, заканчивается? Да, до 20 апреля. Последний день сайт упадет. Это я вангую, поэтому это ежегодная практика. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы поможем. Мы поможем. Мы вас прям за ручечку доведем до итоговой кнопочки «Подать грант». Ну что ж, явки пароли даны. Все, кто заинтересовался, надеюсь, таких будет больше, чем 400 человек, чтобы даже переплюнуть ожидания ваши. Все. Знаете, чего делать. Знаете, где лежит тот самый заветный миллион. Мне кажется, проще некуда. Поэтому просто дерзайте. Спасибо большое за эти разъяснения, за эти истории. Друзья, напомню, говорили мы о том, как получить, поучаствовать в грантовом конкурсе «Рост молодежи», как выиграть миллион. Получили обещание, что вы эти деньги выиграете. Посмотрим, насколько все это сбудется. Рассказали нам об этом заместитель генерального директора Краевого молодежного центра «Поколением» Мария Майтама и Андрей Батрашки, начальник грантового отдела Краевого молодежного центра «Поколением». Спасибо большое. Удачи, успехов. Друзья, вы дерзайте. Меня зовут Дмитрий Павленко. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова